Знаете, у меня довольно часто рекламятся разные курсы, где-то айтишные, где-то дизайнерские, где-то повышение квалификации, и также часто я вижу периодически разные разоблачения на какие-то конторы, которые там что-то одни недостаточно объяснили, другие что-то недорассказали, и я думаю, у многих начинает складываться отношение, что в принципе образование это просто еще один такой сорт инфоцыганства, что в вас запихивают знания, лишь бы запихнуть, и лишь бы вам что-то продать, вот это вот все, новые профессии, ля-ля-ля, все это я уже слышал, сам все выучу. Дело в том, что я сам, вот я так просто повспоминал для этого ролика, я прошел такое количество разных курсов, кружков, дополнительных занятий, очень много всего разного, и вот специально я этот ролик записываю, я не знаю, что у меня здесь будет за интеграция, это искренне мой личный посыл сказать вам, что такое на самом деле курсы, и чем они на самом деле полезны, и чем они в чем-то бесполезны, об этом всем в подробностях сегодня некупленное настоящее честное мнение, которое заслуживает вашего лайкового репоста от Михлена Синяна. Здрасте, вы на моем канале. Вот если я прямо сейчас лично вас спрошу, почему ты не занимаешь спортом регулярно, скорее всего я услышу одну из очень драматичных отговорок про нет времени, не хватает сил, и честно, реально могу их понять, потому что вот проведешь два часа в общественном транспорте по дороге с учебой или работы, и мотивации никакой нет вообще, понимаю. Но что, если бы вам за проделанные просто тренировки дома кто-то дарил призы? Прямо сейчас на платформе fitstars.ru действует акция «Лето с Фитстарс», где можно выиграть путевку на море за счет того, что вы просто приводите собственное тело и здоровье в порядок. Что нужно сделать? Оформить подписку безлимитно 12 месяцев или безлимитно всегда? Заниматься по программе, но не больше двух раз в день, чтобы не перегружать себя. За пять тренировок вы получите гайд «Рацион питания на неделю» и бесплатную диагностическую сессию от «Диетолог Лайф». За 10 тренировок бесплатный доступ на 30 дней в женский клуб Ольги Дериндеевой. За 15 тренировок умные весы пикук. За 20 тренировок возможность выиграть путевку в Турцию на двоих на 7 ночей. Как вам такая мотивация? В тренировках на Fitstars очень подробно объяснена и показана техника выполнения упражнений. Также на платформе есть раздел «Питание с рецептами и расчетом калорий». В подписке также доступны обучающие курсы на тему здоровья, тела, ухода за собой под любой запрос, здоровая стопа, тазовое дно, курс по дыханию, танцы и даже фейсфитнес. По моему промокоду SEIN скидка 70% и стоимость составляет 6 990 рублей. Это дешевле, чем абонемент в спортзал. А еще в спортзале нет моря. К тому же действует беспроцентная рассрочка. Так что переходите по ссылочке в описании и выигрывайте свою путевку на море. Основным аргументом для того, чтобы ни на какие курсы не идти, конечно же, является то, что вот у вас есть задача и есть обучалки на ютубе. Но реально ведь под каждую задачу можно найти обучалку. Если вы английский знаете, тоже без курсов, сами выучили, вообще идеально. Что бы вы ни захотели сделать, на все есть обучалка. И из этой логики как бы следует, что вот на курсах вас какую-то фигню запихивают, потому что программу они там лишь бы продать составляли. А вы вот только нужное выучите. Сейчас я буду смотреть вот на все свои пройденные разные курсы с призмы того, что в них было бесполезного. Например, я закончил центральный дом актера имени Яблочкиной. Я там учился, наверное, с 8 по 16 лет. По выходным приезжал, собственно, мы там ставили спектакли, играли сценки. И действительно, ну как минимум половина опыта тамошнего мне вообще никак не пригождается, потому что я не связал свою жизнь с театром. И там какая-то специфика поведения в гримерке, театральные какие-то традиции, привычки, что за чем идет, способность заучивать вот эти фразы, в принципе, сама способность играть и так далее. Там моим друзьям, которые пошли дальше поступать на актеров, им все это пригодилось. Мне, ну не то чтобы. Потом я год учился в Московской международной киношколе. Там, собственно, первая половина дня у вас обычные уроки, вторая половина дня у вас история кино, вы смотрите классические фильмы, вам рассказывают про великих операторов и все такое. Да, там учат снимать, но это не большая часть времени. Большая часть времени это вот то самое кинообразование. Пригодилось ли мне оно? Да не то чтобы особо, я музыкальный блогер. Также был кружок Art4, в котором его вел современный художник, и нам, собственно, рассказывали про абстрактное искусство, мы сами делали какой-то видеоарт и всякое такое. Мне вот, когда я снимаю интеграцию по ТЗ, совершенно не до видеоарта. И тоже куча из того, что мне говорилось в Art4, какие я скиллы там получал, они мне в итоге не пригождаются. В детстве я ходил на секции ушу и рукопашного боя, и я, знаете, ни с кем не дерусь, и на вершине горы тоже цигун не практикую. Потом я поступил на журфак. Собственно, я знаю, как работает редакция, не полезна мне совершенно. Я знаю, как писать рецензии, заметки, анонсы, очерк, путевой очерк, такой очерк, сякой очерк, прочерк, вычерк. Все умею, ничего мне вообще не надо. И вот в каждом из этих пунктов я назвал, что мне было бесполезно, но вам ведь очевидно, что из этого было мне полезно. То есть, действительно, там, возможно, без этого актерства мне не хватило бы какой-то там вот харизмы и уверенности в себе для того, чтобы пробовать себя в публичных выступлениях. И там я изначально в киношколу шел на актерский, а мне сказали, иди лучше на операторский. Я пошел на операторский, ушел из киношколы, после этого пошел в Art4, у меня уже были какие-то небольшие скиллы, и их я там развивал и прокачивал, и оттуда взял вот вообще свое какое-то отношение и видение современного искусства. Это я вам не хронологию рассказываю, а просто вот на ходу это очевидно. И фича в том, что вам это видно в моем случае, потому что это постфактум. Потому что когда все случилось, ну понятно, вот именно эта совокупность скиллов его и составила. Но я-то не знал, к чему я иду в момент, когда там везде учился. Кроме этого, я учился на фотокурсах Дарьи Булавиной, и я вот, например, умею снимать свадьбы, да, и я умею ставить свет в фотостудии, да. У меня сейчас тут тоже стоит свет, но это одна китайская лампа и софтбокс, который висит на шнурке. То есть да, благодаря тому, что у меня есть навыки съемки в фотостудии, я в итоге могу что-то такое приколхозить в квартире в Тбилиси. Но, опять же, было ли мне это очевидно, и планировал ли я это, когда я получал эти скиллы? Да нет, конечно. И сейчас многие из курсов, как один из плюсов вот своих, дают какое-то трудоустройство. Своих выпускников обязательно куда-то пристраивают. Я понимаю, что это много кому может быть надо, и сам воочию был свидетелем ситуации, когда чувак резко шел на курсы в сжатые сроки, получал профессию, и тут же начинал с нее кормиться, просто потому что больше не в моготу. Реально, такие кейсы я видел. Но, ребят, я вам вообще настоятельно не рекомендую быть чуваком, которому нужно, чтобы вот ему курсы нашли работу, ему нужно заплатить, чтобы его научили и посадили куда-то. Ну, ребят, реально, ну отстой какой-то. Наоборот, вы, понимаете, если ваша работа – это то, чему вы научились там вот буквально за полгода, и все, то чего вы всю остальную-то жизнь делали? Я просто могу говорить только за творческую сферу, но я думаю, вы без труда переложите это на все остальные, но чем больше навыков у тебя есть, чем больше кухни ты видел, чем больше ты знаешь и умеешь, чем больше ты в себе совместил, тем лучше, тем ты уникальней как специалист, ты умеешь то, то, то и все, обходишь всех чисто по количеству пунктов. Я сейчас вот для вас составил пункты, что конкретно хорошего вы получите на любых курсах, даже если вот 80% программы там не будет использоваться вами в реальной жизни. Во-первых, это знакомство. У меня один из моих лучших друзей определенного периода, Леха, мы с ним познакомились на ОДТВ. Я сейчас помню только, что это детское телевидение. Я там был всего, ну не знаю, раз в 8 или 10, то есть типа я ходил туда, ну регулярно, но не очень долгий период. Мы в итоге с Лехой до сих пор общаемся, то есть гораздо дольше в итоге там вот эти вот курсы, основную функцию, которую они выполнили, это познакомили меня с новыми людьми. То же самое относится, я проходил курсы подготовки дизайнера в вышке, в высшей школе экономики, на факультет, который в итоге не открылся. То есть это подготовительные курсы в вуз, в которые я не поступил. Оттуда у меня одни из лучших вообще знакомств в моей жизни есть. И понимаете, даже если курсы сами по себе, вот там они какие-то поэтому плохие, поэтому плохие, поэтому плохие, вы там встретите людей, которые как минимум с тем же импульсом, что и вы шли. Их тоже наебали. И они ваши еще и братья по несчастью. Ну, отличный повод познакомиться. Второй и, по-моему, самый важный пункт это воспитание профессий. Это также для меня пункт большой для получения образования, потому что когда вы именно чему-то учитесь, любое ремесло и любое, что можно преподать, оно включает в себя какую-то свою дисциплину и какую-то свою систему ценностей. Вам показывают работы лучших, вам говорят критерии, что нормально, что ненормально. Вы также, находясь среди своих будущих коллег, вы сразу понимаете какую-то внутреннюю кухню. И, в принципе, куча каких-то мелких особенностей профессии, которые есть, они гораздо лучше понимаются, когда вас в эту профессию вот коронуют, за руку провожают, когда есть профессионалы, у которых составлена целостная программа, и они вас по ней ведут, видя ваши какие-то пробелы, непонимания, отвечая на какие-то неочевидные вопросы, и также легитимизируя вас в собственных глазах. Потому что вы, когда, ну, не знаю, по-моему, невозможно избавиться от комплекса самоучки, когда ты реально все посмотрел на ютубе, ты всегда будешь чувствовать какие-то свои пробелы. А здесь тебя вот в это введут. Также вы будете видеть, как люди работают, что они делают, и в плане именно понимания процессов и просто хорошей организации, это может сослужить вам службу в самый неожиданный момент. Я думаю, ну, вы, если вот меняли любой круг общения, там, каких-нибудь скинхедов на анимешников, то могли заметить, что у каждой группы есть какой-то условно пак знаний и умений, в котором именно они хороши, да? Условно, у программистов, скорее всего, хорошо с математикой, у журналистов, скорее всего, хорошо с литературой. И то же самое касается и тем для разговора, и то, в каком вы вообще бабле оказываетесь. И вот как раз побывать в профессиональных баблах разных, это тоже опыт, который не очевидный, но который многим делает всю жизнь дальше. И преподносит вам все это менторы, профессора, мастера и так далее. Следующий пункт — менторы и примеры. Я абсолютно могу понять войбец, мне не нужен начальник, мне не нужен учитель, я сам себе учитель. Но именно, я не говорю про создание себе кумира и вот молиться на кого-то, но именно ментор, человек, который вот умеет больше вас и является для вас именно профессиональным примером, тот, на кого вы хотели бы профессионально равняться, это очень дорогого стоит. Потому что, опять же, вот я блогер, да, у которого нет вообще никакой нормы, как ему работать. Но я понимаю, что во многом там свой лайстайл, свое отношение к работе я выстроил благодаря примерам крутых мастеров, которые у меня были на журфаке. Они все занимались, ну, вообще не тем, чем занимаюсь я, но при этом именно свое кунг-фу, да, свое отношение к делу они мне передали. И просто, опять же, важнейшая часть нашей жизни — это знакомство. И лишать себя такой прелести современной жизни, как хорошие учителя, я вам жесть как не советую, особенно если у вас сейчас впечатления об учителях отрицательные, у вас были только плохие. Ребят, поверьте, есть хорошие. И, опять же, тоже могу представить уровень депрессника, когда вы смотрите 145-й гайд на ютубе. А представьте, что вам это рассказывает человек с горящими глазами, который уже реально там 20 лет своим делом занимается, знает все тонкости, и перед вами предстает, как пример того, вот кого вот это вот ремесло, которого вы хотите овладеть, оно его кормит, и он в нем маэстро. Решил дозаписать дополнительный фрагмент уже на этапе монтажа видоса. Скажу такую, возможно, чересчур откровенную вещь, что отдельная проблема учителей, которые вам могли просто попасться, потому что вам не повезло, да, там что в школе, что в вузе, в том, что вам их на самом деле было не за что уважать. И тут понятно, надо сделать скидки, что это субъективно, у всех там свои цели в жизни, кто-то работает физруком в Сыктывкаре и искренне этим наслаждается, ему вообще суперски, да, но просто часто вы, как молодое поколение, да, которое, собственно, должно смотреть вот на своего ментора и учителя, как тот, на кого можно равняться, можно понять, что вас вот этот вот физрук в Сыктывкаре, он не вдохновляет, и, соответственно, как можно чему-то учиться и научиться у человека, который сам по себе не является для вас крутым примером, то есть, ну, условно, какая разница, что ты говоришь, если сам ты ничего не сделал, или, по крайней мере, не сделал то, что я для себя хочу, то есть, опять же, там, респект физруку в Сыктывкаре, но я им быть не хочу, и, соответственно, думаю, многие из вас смотрят этот канал, а не канал физрука, потому что вы хотите быть вот кем-то другим, и в этом штука, что если вы действительно можете вот так окинуть взглядом своих разных учителей по жизни и понять, что ни на кого из них вы особо и не хотели равняться, при том, ну, естественно, имеется в виду не фанатизм, когда вы этим человеком и хотите стать, да, вот я, типа, в 7 лет хотел стать Джимом Керри, не, типа, актером или артистом, а вот именно Джимом Керри, вот если у вас не так, а вы можете взять, там, от кого-то работоспособность, от кого-то самопозиционирование, от кого-то еще что-то, но так или иначе, вот в этих аспектах равняться и, в общем, этого человека за его достижения и то, как бы, кем он является на момент того, как вам преподает, если это все вот создает у вас big respect, да, для этого человека, то это меняет и качество образования, и фича в том, что вполне реальная ситуация, когда вам не попался такой человек по жизни, ну, бывает, ну, опять же, у всех свои интересы, и если вы там действительно прирожденный ботаник, который вот мечтает изучать растения, а у вас там в вашей школе, ну, просто не повезло с биологичкой, то, ну, бывает, но суть в том, что где бы вы ни находились, теперь огромное количество онлайн-курсов, и вплоть до того, что там, если вы учите язык, это, опять же, не реклама, здесь специальная реклама, и никаких курсов нет, есть сайты, на которых вы хотите, допустим, учить язык, или учить какую-то дисциплину, и там целый каталог разных педагогов, и каталог нужен в первую очередь для того, чтобы вы визуальные по биографии подобрали себе человека, который вам приятен, то есть, прикиньте, это тоже вот, после общеобразовательной школы, кажется, о, жиру бесятся, зажрались, будут они по виду педагога выбирать, но если вы от этого лучше научитесь, то чё нет-то? И в своё время, когда мне нужно было подтягивать уровень чешского, я вот закончил, собственно, обучение общее, и дополнительно себе взял репетитора с такого сервиса, и я нашёл себе 25-летнюю, бритую под 0,5 с ёжиком девушку, у неё там была куча пирсинга на лице, она сама по себе татуированная, жила в карловых варах, и вот, в силу того, что мне нужно было подтягивать уровень чешского просто общением, я действительно её расспрашивал, чё, какие у вас там молодёжные движухи в этих карловых варах, чё там вы делаете, просто потому что, ну, мне реально было интересно пообщаться с плюс-минус человеком моего возраста и моих взглядов, ну, и вот опять же, чё в этом такого, и чё бы от такого не научиться. И опять же, понимаете, курсы бывают разные, действительно можно прийти в какую-нибудь вот огромную структуру курсов, да, курсовую империю, я думаю, вы прекрасно можете сейчас легко из просто интеграции других, да и моих тоже интеграций, вспомнить, какие есть вот эти курсовые империи. Вы можете прийти к ним, и у них там будет супер навороченная система, какое-нибудь оповещение в чате, программа, рассылки, чё-нибудь ещё, супер бонусы даются, и все вот эти вот фишки, мега предложения. А можете прийти в какую-нибудь небольшую контору, когда это действительно там делают буквально два-три идеологически заряженных человека, ну, имеется в виду, да, педсостав, и ещё какая-то организаторская небольшая группка. И они обучают, потому что они реально крутые специалисты. Опять же, тоже вот фотокурсы, про которые я рассказывал сегодня, они делаются буквально двумя людьми. Есть вот Дарья Булавина сама, то бишь фотограф, и её ассистент. Всё. То есть, как они гоняют там снимать куда-то, так же они делают эти курсы. И понимаете, вот этот вот весь инфобизнесовый прогон и прогрев, он в любом случае будет, потому что так это продаётся. Потому что реально удобнее купить что-то через рассрочку иногда. Реально лучше работает продажа, когда это оформлено с таким баннером, с такой-то скидкой. 49,99, 999. И вот все вот эти вот штуки. То есть, понятно, я могу понять, от чего отталкивает этот вот навязчивый маркетинг. Ну, опять же, вы же люди 21 века, ну, можно отличать, что скрывается под маркетингом. Маркетинг-то у всех один, а вот содержание разное. И я вот вам сознаюсь, реально скажу, как на духу. Я сам действительно в последнее время думаю, почему у меня нет какого-то инфопродукта. Я кучу курсов прошёл, у меня никаких предубеждений по этому поводу нету. И просто вот даже если задуматься, у меня, когда я только купил себе макбук, стоял вопрос, как мне освоить Final Cut. Я понимал, что просто протыкиваться или смотреть какие-то уроки на Ютубе, которые кто-то начал снимать, потом забил, это не лучший вариант, потому что реальная информация не комплексная. Я нашёл курс видеоблогера. Сейчас не буду его пиарить, но суть в том, что да, блогер, которого я до этого смотрел именно за его съёмочные заслуги, я в итоге взял и купил его курс по монтажу. В итоге знание из этого курса, сколько денег мне уже сделали. И более того, если начать фантазировать о том, какие как раз-таки респектовые люди могли сделать такие курсы, то я бы в себе вот в раздел «Хочу увидеть» «Самое избранное» с удовольствием бы добавил кучу каналов, типа вот представьте какой-нибудь курс что по созданию контента, что просто, знаете, с комплексным видением вот медиа мира от Бэткомедиана или Саиндука, или вот то же самое о поп-культуре, да? То есть понятно, что Саиндук, что Бэткомедиан к каждому ролику очень сильно готовятся, и там вся информация, которую они располагают, она не то, что у них всегда в голове, но у них же в голове огромная схема мега-библиотека из того, что они накопили за годы видеоблогинга, просто у меня вот есть моя книжная полочка, да, небольшая, за мое время и мою статистику и мою вдрочность в материал, представьте, какая у них, это же вообще просто с ума сойти. Можете написать в комментах вот эти фантазии, чей бы курс и почему вы бы хотели пройти вот именно из-за того, что чувак авторитетный, вы хотели бы его послушать. Последний пункт это совмещение опыта, и я, по сути, об этом уже говорил, но вот хочу шире взять, что ведь, по сути, что вообще составляет нашу личность? Реально ведь прочитанные книги, просмотренные фильмы, разговоры с определенными людьми и окружение во многом, и образование во многом. И это то, что я уже когда-то на канале советовал, что можно ведь рассматривать курсы как легальный способ выбрать себе окружение. Вы ведь представляете, какие условно люди работают в той или иной профессии? Вы вот у себя в городе компанию на районе не можете отсортировать по интересам, ценностям и т.д., а в случае с профессией можете. И таким образом, ну, вы не знаете, какой именно отпечаток на вашей личности оставит вот тот или иной полугодичный курс. Но вы ведь можете спланировать, вы ведь можете представить, что примерно какой-то такой, и работа над собой, и саморазвитие давно стали такими именами нарицательными, но это ведь реально работает. Ну вот кроме всех рекламных слоганов, вы ведь реально можете взять и вложиться в то, чтобы подвинуть свой лайфстайл в какую-то сторону, которую вам хочется, если он вас не устраивает. И это все, ну реально, не сказки, без пизды. Если у вас, в принципе, есть отношение к образованию как к такой абузе, и вот вы хотите уже, блядь, на что-то отучиться и уже вот где-то осесть, ну вот уже сидеть и не двигаться, то у меня для вас вообще плохие новости про дальнейшее существование в этом мире, потому что, ну вы уже слышали там про нейросетки, которые всех заменят, я хочу большой материал на эту тему сделать, но нейросетки заменят тех, кто не может адаптироваться. Сейчас нейросетки активнее всего вычеркивают как раз таки людей, у которых профессия получена за две минуты, или они вот исполняют какие-то суперпростые задачи. И как раз таки, если вы отучились так, чтобы все уже сесть, то вас заменят. А если вам просто в принципе вы в интересной себе сфере двигаетесь, вам самому интересно узнавать новое, и вы сами продолжаете движение, то тогда вас и не заменят, потому что вы междисциплинарный суперрабочий швейцарский нож, который одновременно умеет сто дел, у него опыт и в том, и всем, и в другом, и повар, и пекарь, и аптекарь. В этом случае вам не придется прогибаться под изменчивый мир, потому что вы сами идете с ним в ногу, и вы сплошь и рядом видите то, что люди не работают по профессии, на которую они учились. Но в этом есть на самом деле здравое зерно, потому что только половина полезности образования это профессия сама по себе. Гораздо больше дают вот эти вот перечисленные пункты. И как раз безусловно в России есть вот эта одержимость высшим образованием, так что оно просто настолько формализовано, что уже не воспринимается серьезно, есть такая проблема, действительно. Но стремление это здравое, потому что вот в любом случае вот как бы человек не хотел стать там мастером по маникюру, он все равно если про греческую литературу 4 года слушать будет, ну вот что-то там подвинется. Я супер не сторонник недобровольного образования, просто нужно, чтобы вы сами хотели слушать про греческую литературу. Благо ограниченность вариантов в российском высшем образовании компенсирует обилие самых разных курсов с самыми разными скиллами, умениями и профессиями. И можно ли сказать, что если вы пробивной, вы и без курсов пробьетесь? Да-да, конечно. Но просто возможно с курсами будет легче. Просто я больше в этом ролике хочу вас привлечь к тому, чтобы любить образование как таковое. Если вы действительно посмотрите кучу отзывов на какие-то курсы, реально поразбираетесь, попрошариваетесь хорошенько и найдете те, что вот по совокупности этих факторов будут крутые, я вам обещаю, что они будут крутые вот прям точно. И ровно так же, если вы ждете гарантированно трудоустройство, то вам и с курсами будет очень тяжело, потому что в любом случае решает количество движений жопой, которые вы готовы совершить. Так что рекомендую вам совершать их как можно скорее. И про применение себя в новых форматах я говорю не голословно, вот я же прямо сейчас нахожусь под домокловым мечом того, что ютуб в любой момент закроют. И эта вероятность, ну она объективно есть и никуда не девается и просто продолжает вот нависать так, что у меня основной источник дохода уничтожится. Я начал делать шорцы, до этого стримил, мне как-то не очень понравилось, мне очень понравилось комьюнити, но как процесс тяжеловато, шорцы мне нравятся больше, стараюсь творчески выражаться, при этом, чтобы это кому-то интересно было, и я в принципе доволен тем, как я делаю свои первые шаги, но представьте, как странно делать первые шаги в блогинге спустя 6 лет в блогинге. И сейчас я объективно понимаю, что если моим основным контентом станут шорцы, для меня вообще это не запарит, если моим основным контентом станет какой-то нейросгусток, которым нужно будет бросаться из окна и он будет всплывать как голограмма у всех моих подписчиков, меня это тоже устроит более чем, реально готов ко всем сюрпризам жизни, благо вы продолжаете меня смотреть, так что это приценивайте мои шорты и подписывайтесь на меня в запрещенном в России инстаграме, вконтакте, в телеграме, обязательно подписывайтесь там вообще круче всего и на закрытый паблик уголок паразма все и на с уникальными подборками музлаки, нища книжек, фильмов и всего остального. Спасибо, что досмотрел, ты знаешь, это кнопка подписки. Субтитры создавал DimaTorzok